О больших зеленых городах Паскаль Меттер Майер Проект Сын Дичати, США 18 июня 2018 года Как должен выглядеть зеленый город? Должен ли он быть похожим на Копенгаген? С его высоким уровнем использования велосипедного транспорта и вторичной переработки отходов? Или на Куритибу, столицу бразильского штата Парана, где городское планирование ориентировано на пешеходов? А может быть, на столице Эфиопии Адис-Абебу, которая полностью обеспечивается электричеством за счет возобновляемых источников энергии? Более 50% населения мира сегодня живет в городах, и эта доля быстро растет, поэтому ответ на данный вопрос определит наше общее будущее. Однако этот ответ, возможно, намного проще, чем мы думаем, для того чтобы сделать города зеленее, то есть уменьшить в них уровень загрязнения и повысить их ресурсную эффективность и экологическую устойчивость, мы должны сделать их в буквальном смысле более зелеными. В дискуссиях о зеленых городах обычно признается важность устойчивой инфраструктуры и умного городского планирования, но при этом часто упускается из вида тот факт, что природа является изначальной инфраструктурой мира, а решения с опорой на природу помогают справиться с некоторыми важнейшими проблемами в городском планировании, например, с загрязнением воздуха и воды, дефицитом водных ресурсов, экстремально высокими температурами. Тем более что все эти проблемы сейчас усугубляются из-за изменения климата. В некоторых случаях природные решения, как минимум, столь же экономически эффективны, как и традиционная рукотворная инфраструктура, в том числе и потому, что они зачастую позволяют решить сразу несколько проблем. И эти решения не являются слишком сложными, к примеру, посадка деревьев на улице. Уличные деревья, по данным исследований, помогают снизить уровень загрязненности воздуха, а это, по мнению Всемирной организации здравоохранения, самая большая угроза здоровью человека, особенно в городских зонах. Деревья фильтруют твердые микрочастицы, подобные тем, что вырабатывают двигатели внутреннего сгорания. И они очень эффективны в борьбе с эффектом городского острова тепла, способного провоцировать опасное повышение температуры летом. Разумеется, польза от посадки деревьев очень локальна. Но благодаря этому, данное решение особенно эффективно в качестве точечной меры, например, для создания защитного экрана от шумной дороги промышленной зоны или же для защиты особенно уязвимых объектов, например, школы домов престарелых. Кроме того, посадка деревьев в тех районах, где проживает население с низкими доходами и недостаточными ресурсами и где обычно меньше лесного покрова, помогает сократить экологическое неравенство. Именно поэтому моя организация «Тэна Туричон Серванчи» работает в городе Луисвиль, штат Кентукки, с рядом других некоммерческих и общественных организаций, а также с учеными-медиками, над проектом по посадке новых деревьев в зонах с низким уровнем лесного покрова. Это первый контролируемый эксперимент посадки деревьев в качестве меры по улучшению здоровья людей. Другая крупная городская проблема, решению которой может помочь природа – управление водоснабжением. Материалы, из которых созданы современные города, в основном являются водонепроницаемыми, поэтому они не способны впитывать дождевую воду. Как следствие, во время сильных ливней потоки воды переполняют системы водоотвода, что приводит к выплескиванию загрязняющих веществ на городские улицы и их попаданию в местные экосистемы. Дождевые сады – небольшие зоны естественной растительности, выращиваемой в природных низинах, позволяют решить эту проблему, собирая и фильтруя дождевую воду, так чтобы ее могла вновь питать земля. Это способствует восполнению водоносных горизонтов и повышению биоразнообразия. В китайских городах-губках, таких как Шэнчжэнь, дождевые сады, наряду с зелеными крышами и искусственными водноболотными угодьями, уже сейчас применяются для управления ливневыми водами. Этой же целью служат водопроницаемые материалы дорожного покрытия, которые позволяют воде проникать в землю. Использование природных решений за пределами городских границ помогает справиться и с проблемами водоснабжения. Из-за активизации сельскохозяйственной деятельности в бассейне Верхний Тан и резкого увеличения объемов твердых стоков, в Найроби уменьшилось количество поступающей воды, поскольку этот город расположен ниже по течению. Возникший дефицит воды непропорционально бьет по самым бедным жителям города, зачастую вынужденным покупать канистры с водой по заоблачным ценам. Кроме того, снизилось производство гидроэлектроэнергии. Сегодня Найроби работает с соседними сельскими регионами, применяя природные решения для устранения проблем с безопасностью водоснабжения в корне. Благодаря водному фонду Найроби, Верхняя Тана, совместные ресурсы правительства и бизнеса помогают фермерам внедрять более устойчивые методы аграрной деятельности, например, засеивание покровных культур. Это помогает не только увеличить объемы воды, поступающей в Найроби, но и повысить урожайность. Другие водные фонды, которые Тенна Тури Чон Серванчи помогают создавать по всему миру, оказались столь же полезны. И это очень важно, потому что почти половина всех городов в мире периодически сталкиваются с дефицитом воды, причем в особенно уязвимом положении находятся города, которые используют источники воды, находящиеся на поверхности земли. Природных решений, возможно, будет недостаточно, чтобы справиться со всеми проблемами конкретного города. Городские территории могут нуждаться еще и в хорошо продуманной устойчивой выстроенной инфраструктуре для управления качеством воздуха и водоснабжения, а также в интегрированных системах чистой энергетики и эффективном общественном транспорте для снижения объемов выбросов вредных веществ и углекислого газа. Тем не менее, природные решения, при условии, что они в достаточной мере финансируются и равномерно реализуются, обеспечивают такие выгоды, которые мы больше не можем позволять себе игнорировать. Технологии и инфраструктура, дававшие возможность городам процветать в прошлом, имели высокие издержки, начиная с загрязнения природы и заканчивая наводнениями и ущербом биоразнообразию. По мере изменения климата на нашей планете, эти издержки возрастают и меняются, еще больше усугубляя проблему. Мы не можем решить проблемы, созданные бетоном и турбинами, увеличивая количество бетона и турбин. Нам нужны гибкие решения, которые позволят сделать наши города более устойчивыми и адаптируемыми, не подрывая при этом динамизм городского развития и процветания, от которого мы все зависим. Сама природа может подсказывать нам такие решения и служить катализатором роста более здоровых и динамичных городских территорий, привлекая инвестиции и делая города более успешными по любым меркам. Продолжение следует...